На 106-й день войны в Украине Севердонецк остается эпицентром противостояния в Донбассе. Там, по словам президента Украины, решается судьба региона. Генсек ООН предрек ухудшение продовольственного кризиса из-за нарушения поставок украинского зерна. Россия заявила, что готова обеспечить безопасность морского коридора. В Лос-Анджелесе открылся саммит Америк с поредевшим списком участников. Основной темой встречи, как ожидается, станет миграционный кризис. На 106-й день войны в Украине Севердонецк остается эпицентром противостояния в Донбассе. Там, по словам президента Украины, решается судьба региона. Город в значительной степени находится под контролем российских военных, но боевые действия в Севердонецке продолжаются. Как отмечают эксперты Института изучения войны в районе Севердонецка и Лисичанска, россияне пытаются обойти украинские позиции с флангов, чтобы избежать необходимости форсировать Северский Донецк. Это очень жестокая битва, очень тяжелая, пожалуй, одна из самых тяжелых на протяжении всей этой войны. Я благодарен всем, кто защищает данное направление. Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса. Доля нашего Донбасса. По данным ВСУ, российская армия снова обстреляла Лисичанск. В самопровозглашенный ЛНР заявляют, что украинские силы наносят удары по гражданской инфраструктуре Лисичанска и еще четырех городов области. Несмотря на обстрелы, некоторые жители Лисичанска не хотят покидать город. У нас в стране всю жизнь работаешь на вот этот кусочек крыши над головой. И потом ехать куда-то, где ее не будет, именно своей, мы не хотим. И так очень много людей в этом городе, которые не повыезжали. Потому что на этот кусочек крыши ты работал всю свою жизнь. Украинская сторона сообщила о возобновлении обстрелов Харьковской области, в результате которых погибли пять человек и двенадцать получили ранения. В Харькове вечером седьмого июня российской ракетой был разрушен супермаркет. Восьмого июня в Минобороны РФ заявили, что ВКС России высокоточными ракетами нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова. Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из продовольственной сельскохозяйственной организации ООН. По его словам, российская блокада украинского зерна уже приводит к усугублению глобального продовольственного кризиса. Вывозы ждут более 20 миллионов тонн сельхозпродукции. Кроме того, украинские власти уже ранее обвиняли Россию в воровстве и вывозе украинского зерна. Сотни миллионов людей на разных континентах оказались на пороге как минимум нехватки продовольствия, а максимум голода, за который Россия будет нести полную ответственность. Европа переживает одну из сложнейших ситуаций в истории своей энергетики. И мы не знаем, какой еще кризис готовит Россия к свободному миру. Ранее глава российского МИДа заявил, что Россия вместе с Турцией готова обеспечить безопасность морских путей экспорта украинского зерна. Но с условием, во-первых, отмены части антироссийских санкций, во-вторых, того, что Украина разминирует свои территориальные воды. В Киеве заявили, что не пойдут на это без гарантии того, что очищенными подходами не воспользуется российская морская пехота. Наши усилия по предотвращению продовольственного кризиса должны начаться с черноморских портов Украины. Нам нужно разблокировать миллионы тонн зерновых, которые застряли там из-за конфликта. Мы должны предоставить президенту Зеленскому необходимые ему гарантии того, что порты не будут атакованы. Продовольственный кризис начался из-за пандемии и серии засушливых сезонов в нескольких регионах мира. Украина – один из крупнейших в мире экспортеров зерна. По словам Генсек ООН, в этом году речь идет о проблемах с доступом к продовольствию. Но в следующем, если ничего не изменится, будет уже острая нехватка еды. И она коснется более полутора миллиардов человек во всем мире. В Бразилии не прекращаются поиски журналистов-эгидо, пропавших без вести в минувшее воскресенье. Британец Дом Филлипс и бразилиец Бруно Перейро, эксперт по культуре коренных народов, исчезли в отдаленной покрытой джунглями долине Жавари, недалеко от границы с Перу. На данный момент полиции дали показания шесть человек. Мы не исключаем ни одной следственной версии. У нас есть две основные линии расследования, две нити. Так или иначе, мы ведем поиски пропавших без вести людей. Существует и вероятность совершения преступления. Мы должны понимать, что площадь долины Жавари примерно равна площади Португалии. И это очень негостеприимный район. Сложно, когда два человека в одиночку решают войти в район проживания коренных народов без какого-либо официального уведомления органов безопасности. Дом Филипс и Бруно Перейра в последний раз были замечены во время прогулки на лодке. Следовавший за ними мужчина позднее был задержан правоохранительными органами, но затем отпущен. Местные активисты из числа коренных народов говорят, что на прошлой неделе Филипс и Перейра получали угрозы во время работы в регионе. Иран ускоряет установку новых центрифуг для обогащения урана. На такой шаг Тегеран пошел вслед за отключением камер, с помощью которых МАГАТЭ следил за ядерными объектами страны. Власти Исламской Республики называют все это ответными мерами на резолюцию МАГАТЭ. В среду участники организации осудили Иран за нежелание сотрудничать. В Иране отключены 27 камер, не считая системы онлайн-мониторинга, которые у нас там есть. Это, конечно, создает серьезные проблемы для возможностей продолжать там нашу работу и подтверждать правильность тех заявлений, которые Иран подает в рамках СВДП. Резолюция МАГАТЭ требует от Тегерана технически достоверных объяснений того, откуда взялись частицы урана сразу на трех объектах, не задекларированных, как имеющие отношение к ядерной программе. Россия и Китай голосовали против документа, но он был принят большинством голосов. В Лос-Анджелесе открылся недельный саммит Америк, встреча глав государства и правительств стран западного полушария. Но в этот раз список участников несколько сократился. В Калифорнию не приглашены делегации Венесуэлы, Никарагуа и Кубы, что повлекло за собой бойкот Мексики. Отсутствуют также лидеры так называемого Северного треугольника Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. В своем вступительном слове президент США Джо Байден подчеркнул приверженность демократическим ценностям. Встретившись сегодня, в тот момент, когда демократия под угрозой во всем мире, давайте вновь объединимся и подтвердим нашу убежденность в том, что демократия не только определяющая черта американской истории, но и важнейший компонент будущего Америк. Одной из центральных тем саммита станет миграция, в то время как тысячи желающих попасть в США размещены во временном лагере на юге Мексики в ожидании разрешения пересечь страну. Все они планируют присоединиться к одному из крупнейших за последние годы каравану мигрантов. Недавняя отмена администрации Байдена раздела 42 миграционной политики, ускоряющего высылку неилегалов, в скором времени может привести к хаосу на южной границе США. Река Кура, также известная как Мтквари, разделяет столицу Грузии на две части. Несмотря на то, что без нее Тбилиси представить невозможно, Куру с трудом можно назвать неотъемлемой частью жизни города с миллионным населением. Вдоль реки нет пешеходных дорожек, вместо этого ее берега обрамляют оживленные магистрали. Самая большая проблема заключается в том, что Мтквари не участвует в жизни города. Построенные здесь дороги изолировали ее, и река постепенно исчезает. Автомагистрали появились здесь еще в советские времена, но теперь градостроители работают над тем, чтобы изменить ситуацию. В соответствии с новой транспортной политикой они предлагают открыть участки берегов рек с целью оживления культурной жизни города. Здесь хотят создать места для отдыха, отдавая предпочтение пешеходам. Природа подарила нам эту реку, но для города и его жителей дороги создают препятствия, которые невозможно преодолеть. Если мы не можем освободить оба берега реки, то должна быть возможность сделать это поэтапно, разгрузить одну часть на левом берегу, другую на правом и так далее. Согласно мэрии Тбилиси, конкретных планов на эту тему пока нет. Одно из предложений от жителей города развивать сеть речного транспорта. В советском прошлом у них была идея развивать речной транспорт. Мы даже видим, что на берегах реки есть доки для лодок. Это был бы потрясающий проект для города. Вы могли бы доехать из одного конца в другой без пробок. Есть и туристический потенциал. Но отсутствие мест для отдыха на берегу реки не единственная проблема. Экологи утверждают, что город уже давно страдает от загрязнения, включая случаи сброса восточных вод в Куру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok